Генеральный партнёр программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнёр программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. О главных событиях минувших дней и о том, как Анапа отмечала 72-ю годовщину Великой Победы, расскажем в сегодняшнем выпуске. Снова в строю. Более 7 тысяч анапчан пронесли портреты своих героических предков в бессмертном полку. За доблесть и отвагу, а также за город воинской славы анапских ветеранов лично поздравил губернатор Кубани. На повестке дня – самые злободневные вопросы. Участники предварительного голосования от «Единой России» выходят на дебаты. Теперь подробнее о том, как Анапа отметила 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Накануне самого главного праздника страны, 8 мая, в Анапе зажегся огонь памяти. Тысячи свечей анапчане пронесли от мемориала «Вечный огонь» до морского порта. Там на воду спустили без козырку венок в память о тех, кто не вернулся из боя. Глава города-курорта Сергей Сергеев и председатель городского совета ветеранов Анатолий Гапонов возлагают венок памяти к мемориалу в сквере воинской славы. Это отправная точка. Вечный огонь. От него зажигают церемониальные факелы. Далее частицы огня передадут каждому участнику шествия. Мы, преклонив колени, отдаем дань памяти павшим и живым ветеранам Великой Отечественной войны. Те, кто в бою себя не жалели, а Родину спасли. И не только Родину, советскому солдату-освободителю рукоплескала вся Европа. И надо отдать, что 72 года мы живем благодаря их бессмертному подвигу. Факелоносцы – воспитанники кадетской школы имени Старшинова. Максим Сафронов учится в девятом классе. В команде уже третий год. Считает это первым важным заданием в своей военной карьере. Гордость за свою страну получается, что ты служишь своей Родине. Хочется служить России, получается, Родине. Путь от Вечного Огня до Морского Порта церемониальным шагом занимает около 15 минут. В войну бывало, что за метры земли сражались месяцами. Актерам, которые выступали со сцены, установленные возле пирса, примерно столько же, сколько их сверстникам в военные годы вживаться в роли практически не нужно. Все начинается с бравады, а заканчивается осознанием новой реальности. Мне нравится война. Осталось совсем немного километров, и я на передовой. Руки в мозолях, ноги стоптаны. А я же девушка. Простая советская девушка. У меня была огромная, красивая страна. Теперь только взрывы ко мне. Одиночество. Татьяна Назарова живет в Анапе. Занимается организацией частных торжеств и праздников. Но главный для нее именно тот, что со слезами на глазах, память о дедах, нашествия пришли всей большой семьей. Мы очень крепко относимся к этому празднику. Очень. И стараемся, чтобы наши дети, вот старшие наши дети где-то тоже здесь. И хотим, чтобы наши дети так же относились, как и мы. Бои проходили и на суше, и на море. В Анапской бухте во время войны погибли сотни моряков. В память о них в открытом море на воду спустили венок и бескозырку. Символ памяти и благодарности за мирную жизнь и свободу. Основные же мероприятия традиционно состоялись 9 мая. Ранним утром по городу воинской славы прошел парад войск. А напчане почтили память павших героев на митинге в сквере боевой славы. А самым массовым и зрелищным событием стало шествие бессмертного полка. Если в 2014 году в нем приняли участие около 200 человек, то в этот раз по-настоящему всенародное движение объединило более 7 тысяч напчан. На площади солдата Анапского гарнизона кадеты, казаки и казачата, курсанты Института береговой охраны. Они прошли торжественным маршем перед трибуной с официальными лицами. Почетные гости – ветераны. Артиллерист Николай Бомко 9 мая находился под Прагой. Радостную весть принесли радисты. Но последний бой он во всех смыслах оказался трудным самым. Ожесточенно сопротивлялись тем, кому терять было нечего. Мы ночью еще услышали, радисты наши в ночь с 8 на 9 поймали сообщение из-под сдама о том, что подписан акт о капитуляции. Но в Чехословакии еще оставались эсэсовцы, бандеровцы, власовцы и прочая нечисть, которую добивала 3-я гвардейская танковая армия. А Виктор Гаврик – участник шествия бессмертного полка. Оба родных деда прошли войну. Один из них – артиллерист. Погиб при штурме города Пилау под Кенигсбергом. Сегодня Балтийск в Калининградской области. Писем не сохранилось. В распоряжении семьи только похоронка, единственная фотография и драгоценная крупица воспоминаний. Добрый, хороший, веселый, работящий. Вспоминания, конечно, вспоминаем. Но мы его практически не знали, потому что мой дедушка погиб в 45-м, а я в 62-м только родился. В Калининградской области в семье сапера родился Анатолий Ешкунов. Его отец занимался разминированием территории уже бывшей Восточной Пруссии. По словам офицера-десантника, именно ветераны Великой Отечественной войны были его первыми учителями. Такие слова, которые сказал, сделал, это, наверное, самое главное было. Потому что вот эта войсковая дружба, товарища для меня с самого рождения. Потому что вся жизнь проходила среди бойцов, вот среди тех, кто участвовал именно в войне. У каждого в колонии бессмертного полка своя история, связанная с участниками той войны. Тысячи анапчан пали на фронтах, пропали без вести, погибли в годы оккупации. В Анапской земле покоится прах более 4 тысяч воинов, погибших при освобождении города и района. И сегодня они будто снова в строю, рядом со своими родными и близкими. Многотысячное шествие прошло по центральным улицам в сквер боевой славы. После всего увиденного есть уверенность, что у нас с вами есть завтрашний день, что Россия едина и непобедима. Хочу отметить, что половина из присутствующих это дети. Они, уважаемые наши ветераны, примут от вас эстафету славных традиций нашего народа и нашей Родины. Будьте в этом уверены. Минута молчания в память о погибших. На территории муниципалитета десятки братских могил павших воинов. К главному мемориалу возложили гирлянду памяти от военнослужащих, венки от краевых и муниципальных властей и многочисленные цветы от благодарных анапчан. Этот день победы запомнится еще одним знаковым событием. В школе номер один открыли мемориальную доску в честь гвардии полковника, участника боев за освобождение Анапы и Новороссийска Николая Самбурова. Учебное заведение находится на улице, названной его именем. Николай Самбуров родился на Донбассе, служил в Чапаевской дивизии. Великую отечественную в звании майора возглавлял политотдел 8-й отдельной гвардейской стрелковой бригады. Как говорится в наградных документах, в боях Самбуров увлекал бойцов и командиров личным примером. Осенью 1943 года он должен был высадиться в районе станицы Благовещенской в составе десанта. Однако торпедный катер подорвался на мине и затонул. Бой начался без комиссара, а сразу же после него однополчане попросили Анапский городской совет депутатов назвать именем Самбурову одну из улиц. На момент гибели ему было 35 лет. Сегодня мы с вами присутствуем в историческом событии, когда в очередной раз однополчане дают дань уважения и паники нашим героям, которые принимали участие и отстояли победу над фашистской Германией. Я думаю, молодое поколение, которое сегодня присутствует на этом мероприятии, наши молодые жители, она будет с честью и достоинством внести память о наших героях. После официальных торжественных мероприятий она пошироко отпраздновала День Победы. В сквере Гудовича развернулись настоящие народные гуляния. Там работали интерактивные площадки, выступали творческие коллективы и, конечно же, не обошлось и без традиционной солдатской каши. Более пяти тысяч человек пришли на солдатский привал. Чтобы обеспечить всех желающих самым главным военным угощением – гречневой кашей, одновременно работали шесть полевых кухонь Института береговой охраны ФСБ России. Здесь же в тени своим творчеством делились анапские артисты и музыканты. Теперь внуков учу и на братской могиле помолчу. На солдатском привале каждый смог найти занятие по душе. Самые маленькие патриоты могли познакомиться с экземплярами оружия времен Великой Отечественной войны, попробовать себя в роли сапера, сфотографироваться с оружием и примерить военную форму. Гости постарше участвовали в акции «Стена памяти», увековечивая имена своих предков на общей стене. Сегодня здесь все по-военному, даже песни, только солдатские. Здесь же работала площадка для интеллектуальной разминки. Сотрудники Центральной библиотеки организовали фестиваль патриотической книги «Сквозь годы звенит победа». Гости праздника смогли ознакомиться с малоизвестными фактами Великой Отечественной войны и принять участие в викторине. Народ очень интересно отвечает на вопросы викторины. Кто-то много знает о войне, кто-то нет. Вот те, как раз, кто не знают, мы сразу же даем в подарок книгу, чтобы люди могли пополнить свои знания о военных действиях, о победе. Праздничные мероприятия продолжились вечером на Театральной площади. Там звенел Бал Победы. Тысячи зрителей аплодировали ансамблю песни и пляски Южного военного округа и вместе с ними пели любимые песни военных лет. А ровно в 22.00 небо Анапы раскрасил праздничный салют, который прославил Великую Победу и поставил яркую точку в череде праздничных мероприятий. Анапа приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном 72-й годовщине Великой Победы, которая состоялась в Краснодаре. Чествование ветеранов и тружеников тыла прошло в музыкальном театре. С праздником собравшихся поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава региона подчеркнул, День Победы остается главным праздником, объединяющим жителей страны. Сегодня в зале ветераны, труженики тыла, узники. Все те, чьими руками ковалась Великая Победа. Среди главных героев торжества и ветераны города воинской славы Анапы. Мы делаем все, чтобы наши дети знали настоящую правду об этой войне. Такую, какой она была, без переписывания истории в угоду кому-то нибудь. И здесь великое счастье, что в первых летах сидят еще ветераны, живые свидетели тех событий. Я хочу вам сказать глубокий поклон, то, что вы рядом, то, что сегодня молодежь еще имеет возможность общаться с вами и узнать, какой на самом деле была эта Великая Война. И как нам досталась нашему народу эта Великая Победа. Низкий вам поклон. После торжественной части гостей праздника поздравили лучшие творческие коллективы Кубани. Театральные постановки о войне сменяли зажигательные военные песни и танцы. На втором этаже музыкального театра расположилась экспозиция, посвященная поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани». Специальный экспертный совет 20 апреля подвел итоги проекта. В результате на почетное звание лауреатов претендует более тысячи человек по пяти направлениям. Среди них и анапчане, чьи имена достойны войти в историю родного края. Анапская экспозиция получилась самой зрелищной и масштабной. Она привлекала внимание. Каждый желал сделать фото на память именно возле нашего стенда. Она попомнит своих героев. А герои, дожившие до наших дней, благодарны городу за память. Я благодарю организаторов, которые сегодня, накануне Дня Победы, организовали эту могучую встречу, не забывая наших отечественников, фронтовиков, тех людей, которые не вернулись с пола боя. Большое вам спасибо, благополучие, мирное небо и без войны. Но, пожалуй, самым главным и неожиданным подарком для наших ветеранов стало персональное поздравление губернатора края. После всех торжеств Вениамин Кондратьев лично поприветствовал каждого участника анапской делегации, поблагодарил ветеранов и поздравил с Днем Победы. В ответном слове краевед Валерий Валиев подарил главе региона книгу памяти Анапы. По словам участников делегации, эта поездка стала еще одним ярким и запоминающимся событием в череде праздничных мероприятий. День Победы по-своему отметили анапские автомобилисты. Ежегодно в честь праздника они организовывают автопробег. Водители украшают свои автомобили атрибутами Великой Отечественной войны и следуют по улицам города под песней военных лет. В этом году количество участников возросло в десятки раз. Жители города тепло приветствовали автоколонну. Колонна проследовала по центральным улицам города. Возле основных мемориалов и памятников участники автопробега останавливались, возлагали цветы и чтили память героев минуты молчания. Посетили автомобилисты и памятник Дмитрию Калинину в Суко. Туда же прибыла и колонна мотоциклистов. Возложив цветы ко всем мемориалам, расположенным в черте города, автоколонна отправилась по памятным местам сельских округов. Серьезная дискуссия на выходных. 6 и 7 мая на Кубани прошли дебаты участников предварительного голосования партии «Единая Россия». Напомним, праймерис состоится 28 мая. Внутри партийное голосование определит кандидатов депутата законодательного собрания Краснодарского края 6-го созыва. Несколько дискуссионных площадок «Единая Россия» организовали в станице на Тухаевское. Одна из них была посвящена доступности и качеству образования. Участники предварительного голосования Южного избирательного округа номер 27 встретились на дебатах. Действующий депутат ЗСК Владимир Верстунин, государственный служащий Игорь Кондратьев, глава Анапы Сергей Сергеев, предприниматель Георгий Чечетко и действующий депутат ЗСК Федор Енишогла. По регламенту всем пятерым ведущий предоставил слово. Представители законодательной власти отразили состояние отрасли в цифрах. Объем бюджетных средств, направляемых в отрасль образования, за последние 10 лет вырос в более чем 5,5 раз. И составил в этом году почти 50 миллиардов рублей. Построено 80 детских садов, 430 реконструированы. Возведено 20 новых школ. Но это в целом, по краю. Анапчан и жители соседней нам на Тухаевской больше интересуют, а что у нас. Местная проблематика в выступлении Сергея Сергеева. Действующий глава высказался о самом наболевшем – строительстве социальных объектов. Мы восполняем 20-летний пробел недофинансирования. Еще один немаловажный факт – это, конечно же, материальное обеспечение. Если сегодня вспомнить немножко, кто строил, ну давайте, кто вот этот ДК, я не знаю. Но вы, наверное, знаете, кто его построил. Конечно же, не образование, не государство. Его построил совхоз, колхоз, так же? И школы точно так, и больницы. И все это строилось за счет тех, кто использовал землю и промышленный потенциал территории. Сегодня все это взвалено в основном на местную власть. Вот нет четкого понимания государственно-частного партнерства. На вопрос о правоориентационной подготовке в школах Сергей Сергеев ответил. По его мнению, механизмов помочь ребенку выбрать профессию сейчас много. Процентов на 70 все зависит от того, как человек ориентирует в семье. И потом мы находим реализацию. От власти уже зависит, от законодательной исполнительной. Механизмы реализации ваших предложений. То есть вы должны сориентировать своего ребенка. Сегодня, посмотрите, хороший каменщик, хороший плотник, хороший сварщик. Это востребованные профессии, довольно высокоплачные сегодня. Но у нас есть перекос. В заключение все кандидаты поблагодарили пришедших на дебаты и призвали принять участие в праймерисе «Единой России» 28 мая. И к темам сегодняшнего дня. Подготовке к курортному сезону было посвящено планерное совещание в администрации Анапы. Задач в летний период у муниципальных служб и предприятий много. Это контроль за санитарным состоянием, пресечению фактов незаконной торговли и оказания услуг. Но главное, что требует руководитель города Сергей Сергеев, восстановить город после разрытия дороги, газон и тротуара. Неофициальный старт к курортному сезону дали майские праздники. На отдых в наш город приехали свыше 200 тысяч гостей. Нетрудно представить, что уже через три недели в Анапе будет жарко во всех смыслах. Солнечно, многолюдно и шумно. Сейчас время повышенной готовности для многих служб. Например, муниципальному контролю предстоит обследовать стройплощадки. С 15 мая в центральной части города и в курортных округах стройки должны остановить свою работу. Те объекты, строящиеся, которые не попадают в обозначенные улицы, тем не менее, всех письменно предупредить о режиме работы выходные дни. То есть не ранее в 9 утра, не позже в 20 минут. И переделись в лес на контроль, распределитесь уже за ради, потому что в первую пока время обязательно будет несоблюдение. Мы будем наезжать, пожалуй, по-моему. Середина мая – точка отчета в работе мобильных групп. Незаконная торговля, услуги крабейников, контрафактный алкоголь, бич любого сезона. 15 числа мобильные группы должны начать работать. Это недельно, это 15 мая. Режим устанавливайте. И все безобразия, которые сегодня уже начинают появляться в наших курортных территориях, мобильные группы должны работать. От малого реша до веселого. Еще одна острая тема – состояние дорог после разрытия. Подрядные организации благоустройства подменяют откровенной халтурой. Заасфальтированные кое-как участки проседают, а на дорогах зияют ямы. Ежедневно по ямам, по разрытиям предоставляете мне, ежедневно, подчеркиваю. Если вы сегодня не представили, завтра утром я разрешаю заявление написать вместо отчета. Мне уже надоело говорить, полгорода перерыли, ямы просаживаются. Да вы видели вдоль больницы, что понатворили нам, а? Всю улицу перерыли, вот так вот полосочкой, которая сегодня провалилась, новый асфальт был. И никому не интересно. На ежедневный контроль глава Анапы поставил и ситуацию в Витязево, где строят магистральный водовод. Водовод нам нужен вот так, но нам нужно и принимать отдыхающих. Как известно, он на то и глава, чтобы за порядком следить и требовать его соблюдения. Поэтому Сергеев предупреждал заранее. Сейчас выберите наиболее участки, которые в курортный сезон я копать не дам. И он будет ходить вместе с министром, со мной. Понимаете? Вот выберите и с подрядчиком проговаривайте. Сейчас можно рыть. И соблюдение графика работ глава требовал. Значит, от вас мне гарантийное письмо. От вас что? То есть график производства работ. У меня есть люди, которые будут следить за исполнением графика. Это раз. Меня не волнует согласование с ГИБДД, с ним. Работаем день и ночь. Потому что у нас ни за горами курортный сезон. И про восстановление дорожного полотна после разрытия Сергей Сергеев спрашивал. А у вас в смете заложено восстановление? Да, не заложено. В асфальте, в асфальте. В один голос и заказчик и подрядчик производства работ ответили на всю ширину полотна. Горький опыт строительства канализационного коллектора обязывает главу города быть взыскательным к обещаниям. Мы вам будем давать частями. Значит, никакого два месяца. Вот график производства работ. Вот он кусок. Закончили, поехали дальше. Ребят, в другом месте так работает. Я это проходил. По коллектору знаю. Не обижайтесь, но потом я вас буду ловить. И вот он сегодня на объекте, где благоустройством и не пахнет. И главное, полностью перекрыта улица Красноармейская. Жители ее в панике. Начиная с паспорта объекта, который здесь ниже, она стоит. Начало объекта и в конце объекта. Начиная с паспорта объекта. Можно сделать вывод, что тут порядка никакого. Я очень сожалею, что пошел у вас на палату. Поэтому глава города потребовал своего заместителя по ЖКХ сделать этот объект своим рабочим местом, пока не будет восстановлено дорожное полотно на всю ширину дороги. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости в медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.